Реформы в вооруженных силах Республики Узбекистан. Сегодня они охватывают все направления. В частности, была принята новая оборонная доктрина, в которой обозначены принципиальные подходы и направления политики Узбекистана в области модернизации национальной армии. Большое внимание развитию сферы уделяет президент Шавкат Мерзиёев. Сегодня глава государства посетил ряд объектов оборонной сферы. Время стремительно и в вопросах обеспечения мира, безопасности, неприкосновенности границ страны особое значение приобретает широкое внедрение в оборонную сферу достижений научно-технического прогресса, передовых информационно-коммуникационных технологий, эффективное решение задач по обеспечению кибербезопасности. В данном направлении реформирования национальной армии президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами, уделяет особое внимание. Не случайно первым адресом, что посетил сегодня глава государства, стала воинская часть связи, Министерство обороны, расположенная в столице. Информировали главу государства о том, как строится система управления войсками, о перспективах внедрения в вооруженных силах страны информационно-коммуникационных технологий, совершенствование системы связи и коммуникаций, модернизации и оснащения сферы. Представили президенту, верховному главнокомандующему вооруженными силами, анализ системы подготовки офицерских кадров на специальном факультете Ташкентского университета информационных технологий. Предложение, как усовершенствовать данную структуру, дабы обеспечить высокий уровень подготовки специалистов. Глава государства подчеркнула, что IT-отрасль сегодня выбрала в себя самые современные технологические решения. А потому профильное министерство должно наладить тесное сотрудничество с оборонным ведомством страны, обозначить четкую стратегию действий в данном направлении. Президент поручил детально продумать все этапы и направления модернизации сферы. Это и приобретение самого современного оборудования, средств связи и подготовка специалистов путем выстраивания совершенно новой системы обучения данной воинской профессии. Сюда прозвучало, должны отбираться самые талантливые юноши. С целью реализации всех поставленных президентом задач было отмечено, будет разработана специальная программа, в которой будут отражены все организационные, финансовые, технические вопросы. Наша задача прозвучала не догонять существующие практики, а опережать их. Ознакомился здесь глава государства с полевым командным пунктом управления. В режиме онлайн здесь можно было наблюдать учебно-полевые занятия на различных полигонах. О перспективах развития вооруженных сил страны, реализации задач, обозначенных в новой оборонной доктрине, вопросах профессионального духовного роста военнослужащих, социальной поддержки членов их семей, говорил президент посредством видеоконференц-связи, установленной с военными округами республики. Представили руководителю страны и отдельные образцы техники связи, состоящие на вооружении Министерства обороны, призванные обеспечить устойчивую связь и непрерывное управление подразделениями вооруженных сил. Здесь же президент Шавкат Мерзьёев ознакомился с деятельностью учебного корпуса, предназначенного для повышения профессиональной квалификации личного состава воинской части. Здесь свои навыки оттачивают как солдаты-срочники, так и офицеры. Военные дисциплины преподаются в нескольких аудиториях по классам огневой, спортивной, топографической подготовки. Также армейцев обучают современным информационно-коммуникационным технологиям, а зам военно-медицинской профессии. Процесс обучения проходит в качественных условиях, ведь для этого здесь создана солидная материально-техническая база. Войдя в учебный корпус, глава государства побеседовал с активистами первичной организации Союза молодежи Узбекистана. Во время неформального диалога президент поинтересовался стремлениями и целями молодых военных. Большинство ребят выразили свое желание связать свою дальнейшую судьбу со службой в армии. Кроме того, молодые специалисты рассказали руководителю страны о перспективных финансовых проектах по продвижению бизнеса, которые могли бы помочь реализоваться начинающим предпринимателям. Все инициативы президент одобрил и дал поручение главам профильных структур оказать поддержку разработанным программам. После, уже в следующей аудитории, главе государства презентовали современнейшие образцы средств связи, большая часть которых производится узбекскими предприятиями. Ознакомившись с экспонатами, президент рекомендовал расширить модельный ряд продукции, которую в перспективе можно было бы отправлять и на экспорт. На сегодняшний день мы презентовали ту линейку продукции, которую мы уже освоили за последний год. Уровень локализации составил 36%. На сегодняшний день привлекаются иностранные инвестиции, направленные на приобретение технологического оборудования для дальнейшего углубления локализации продукции. В данное время мы презентовали наиболее популярные и востребованные на рынке Узбекистана продукты, такие как мобильные радиостанции 7 серии, а также носимые радиостанции, предназначенные как для общегражданских нужд, так же и для нужд специальной сферы. При общении с президентом нашей страны мы услышали рекомендации о том, что необходимо увеличивать объемы производства и укомплектовывать все наши как силовые структуры, так и общегражданские объекты, современные средства миродосвязи. Также глава государства посетил Центральный военно-клинический госпиталь Министерства обороны Республики Узбекистан. Здания данного госпиталя строились в 40-х годах прошлого столетия. Даже самые последние сооружения, построенные в 90-х годах, на сегодняшний день исчерпывают свой ресурс. Что уж говорить об остальных зданиях. Территория госпиталя составляет порядка 16 гектаров, полностью используется лишь ее часть, остальная простаивает. В этом медицинском учреждении 24 отделения. Оно рассчитано на 600 мест, но функционирует в лучшем случае на 50%. Руководитель страны, знакомясь с проектами строительства и развития, поручила ответственным лицам продумать менеджмент будущего Центрального военно-клинического госпиталя. А раньше здесь были специалисты высокого класса, но сейчас, к сожалению, этих кадров здесь нет, сказал президент. Также глава государства уделил особое внимание механизму налаживания государственно-частного партнерства. Дал конкретные поручения по скорейшему созданию совместного проекта. В ближайшее время здесь начнется масштабное строительство, а уже к Наврузу надо будет сдать в эксплуатацию данный объект. Главная цель всех этих благих дел – это улучшение жизни людей, оказание качественных медицинских услуг военнослужащим и их семьям. Впервые в Узбекистане будет применен опыт, когда частный сектор с государственным будет работать совместно.